отстаивавших свободу и независимость Отечества. На торжественной церемонии присутствуют вице-губернатор Ленинградской области Олег Анатольевич Уткин, глава Тихвинского района Игорь Вадимович Фомин, глава администрации Тихвинского района Константин Борисович Полнов. Сегодня, в день 70-летия освобождения Тихвина от немецко-фашистских захватчиков, давайте вспомним славные страницы боевой истории нашего города. В 1613 году Тихвинский посад первым поднял восстание против светских интервентов и стал центром освободительного движения в новгородских землях, послужив в делу возрождения российской государственности. В деревне Столбова, вблиз Тихвина, в 1617 году был подписан Столбовский мирный договор, который нормализовал отношения России со Швецией после смутного времени. В разные столетия тихвинцы крепили славу русского оружия в сражениях за Корфу и Шипку, в боях с армией Наполеона и немецкими захватчиками в Первую мировую. На веки вписаны в историю Тихвинского края имена контр-адмирала Салтанова и вице-адмирала Римского Корсакова, героя Отечественной войны 1812 года генерал-лейтенанта Бровцина и героя Шипки генерал-лейтенанта Кренке. Победой Красной армии под Тихвином в декабре 1941 года одна из первых побед в Великой Отечественной войне имела колоссальное значение. Были сорваны планы германских войск по соединению с финскими союзниками и затягиванию второго, смертельного блокадного кольца вокруг Ленинграда. В результате, в то время, когда решилась судьба советской столицы, немцы не смогли перебросить ни одной дивизии группы армии «Север» на усиление своих войск под Москвой. Был развенчан миф о непобедимости нацистских полчищ. Высокой была цена победы. С сентября по декабрь 1941 года наши потери составили 89 490 человек убитыми, пропавшими без вести и ранеными. И велика слава тех, кто освобождал Тихвин. 965 бойцов и командиров удостоились высоких боевых наград, в том числе 9 военнослужащих звания Героя Советского Союза. За мужество и героизм, проявленные трудящимися городами в годы Великой Отечественной войны, за большие успехи в хозяйственном и культурном строительстве и в связи с 200-летием со дня основания города, указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 октября 1974 года Тихвин был награжден Орденом Отечественной войны первой степени. Из поколения в поколение передается героическая слава наших дедов и прадедов. С оружием в руках отстаивать интересы Родины, ее целостность Тихвинцам приходилось и в новейшей истории. Через Афганистан прошли 195 наших земляков. 212 Тихвинцев воевали в Чеченской Республике. Из них 18 погибли смертью храбрых. Разделив все испытания, выпавшие на долю Отечества, Тихвин стал воплощением славного прошлого, настоящего и будущего нашей страны. Указом Президента Российской Федерации от 4 ноября 2010 года за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за незавидимость Отечества, Тихвину присвоено почетное звание Российской Федерации город воинской славы. Субтитры создавал DimaTorzok